Та революция, которая происходила, это была буржуазная революция, либо это было что-то другое. Что она вообще дала Украине, возможно, в поиске каких-то смыслов, в поиске нас самих? Безусловно, это был революционный протест. Но является ли это революцией как таковой, сложно сказать, потому что революция является постсоветской буржуазной революцией, уже не просто софт-оранжевой, а вот эта софт-оранжевая перешла в какую-то хард, какую-то красную. Но красную не в смысле социалистической, а красную в смысле жесткости, доведение вот этой буржуазной революции до конца. А буржуазная революция должна была случиться после авторитарного советского правления. И мне кажется, что социалистическая революция занимается всегда радикальным обобществлением. Сейчас же я слышу, что вот эти практики обобществления социальных программ, они не являются на повестке дня государства. Сейчас самая главная война. То есть сегодня мы можем говорить о ситуации, когда Украина пришла к определению своей суверенности. То есть вот эта вот долгая-долгая зона переходная, транзитивности, которая продолжалась, продолжалась, не могла никак артикулироваться, сейчас она приходит к своей артикуляции. И в том числе благодаря отмене этой деспотии. Но все-таки, как вы сказали, создать общий дискурс с какими-то революционными движениями 60-х годов, например, западных, сложно, потому что они, напротив, были направлены на деидентификацию. Просто это исторически было пословлено тем, чтобы деидентифицировать какие-то мощные традиционные образования, семью, социальные иерархии, иерархии в образовании, колониальные иерархии, расовые и прочее, прочее. То есть это была деконструктивная революция. А здесь мы, наоборот, видим попытку сконструировать государство, сконструировать народ и сконструировать его суверенность, что неизбежная фаза, мне кажется, для Украины. Что и в советском надо искать универсальные ценности наряду с провалами, и в европейском проекте надо понимать ее провалы и те универсальные ценности, которые были важны. А вот эта идея того, что Путин есть советская, ну, Путин не есть советская. Это было бы слишком, чтобы один какой-то человек, который занимается деспотическим организациям правительства, соответствовал бы огромному проекту, который формировался столетиями. То есть советский проект — это продолжение ренессансного проекта. Так же, как и Европа — это продолжение проекта эмансипации. И просто в Европе революция не случилась, а в России она случилась. То есть, в принципе, это мог бы быть в какой-то момент один проект. Поэтому вот такое разделение на неудачный Восток и вот советская Россия здесь, а есть удачный Запад и Европа здесь — это вот изначально как бы такая ловушка, куда попадает наше мышление. Категории, которые формировали, например, эмансипаторные идеи и теории в Европе, и те категории, которые формировали эмансипаторные идеи в ранне советском, они одни и те же. То есть, в принципе, Маркс — это западный мыслитель. Маркс, как мыслитель, был важнейшей фигурой и для движения 60-х годов. То есть вот в этом есть универсальная связь. И таким образом мы не можем сказать, что универсальность существует где-то в Европе, а где-то на территории советского ее не было. Наоборот, надо считать так, что есть универсальность, с которой могут подключаться разные регионы. И тогда вот это деление на цивилизованную Европу, которая сама не может отвечать за эти идеи, потому что макрополитическое, геополитическое строение Европы, которая занимается неолиберальной экономикой, своими интересами, торгует газом с Россией, это не та Европа, которая формировалась в системе просвещения и в системе эмансипаторных ценностей. Это как бы несколько разных Европ. И мы часто отождествляем наши, скажем так, утилитарно-экономические интересы макрополитические, связанные с интеграцией в какую-то более удобную экономическую зону с идеями эмансипации. А идея эмансипации может быть совсем неудобна экономически. Многие европейские политики в последнее время заявляют о том, что по сути события в Украине, они показали Евросоюзу, Европе вообще, что такое на самом деле европейские ценности, что такое борьба за них. Я знаю. В принципе, что сейчас на повестке дня в Европе из-за их проблематики? То есть, как они смотрят на события в Украине? Потому что нам, в принципе, иногда кажется, что с одной стороны мы вызываем настреливи у многих стран, которые тоже пережили какие-то там протесты, то есть, там, Польша, Чехия, которые пережили протестное движение, которое привело к изменениям. А с другой стороны, мы сталкиваемся с какой-то такой немного снисходительностью серии, что они уже это все пережили и забыли, а мы еще только как-то там вот начинаем. Европа — это такая вещь, которая никогда не была на... Это антинационалистический проект, да? Это проект антинациональный, в том смысле, что там не должно быть национальных государств в конечном итоге. Это в некотором смысле те же советы, да? Тот же проект социальной демократии, который мог бы реализоваться. Но мы видим, что на каждом участке, да, наоборот, утрируются проблемы мигрантов, возникают совершенно ксенофобские настроения, все больше и больше разрыв между бедными и богатыми. То есть вот проект Европы как некое вне национальное, общее, универсальное дом для каких-то эмансипированных граждан, это, конечно, замечательная идея, но он сам по себе утопичен. Поэтому этот дискурс все время используется реальными политиками, реальными экономистами. Но на деле мы видим, что, несмотря на все еще остающиеся элементы социального государства, в некоторых странах, в Швеции, в Германии, в Норвегии, я вот недавно была в Швеции, это чудовищно сегрегированное общество. То есть просто сам город Стокгольм, это один из самых сегрегированных городов, которые я когда-либо видела, где белое население и черное население просто живет по разные стороны, так сказать, баррикады. И сегрегация там достигает какой-то гетаизированности. Хотя на уровне качества, на уровне качества потребления все очень удачно. И это такие общества, где уровень высоких каких-то жизненных стандартов потребления, он как бы смазывает и полирует социальные конфликты и социальные антагонизмы, которые там очень серьезные, которые там очень сильные. В Грузии тоже была эта проблема. Очень многие люди, которые стремились на Запад, просто потеряли терпение за эти 10 лет, ожидание в очереди. Вот транспарентная экономика, вот борьба с коррупцией, вот институты социальные, которые занимаются образованием, вот неправительственные организации. Вот есть все. Но все равно эта интеграция не происходит. И, наверное, она не скоро бы произошла. Потом люди как бы подвергаются вот этому рессентименту и становятся антизападниками. То есть это время, как бы это время очереди или ожидания, которое, так сказать, Европа предъявляет для еще не развитых или недоразвитых, оно оскорбительное, безусловно. С другой стороны, альтернативой является еще большая чудовищная коррумпированная ситуация. И вот это является драмой для многих постсоветских стран, мне кажется, для Грузии, а также для Украины. Почему Чеченская война, почему Грузинская война не вызывали такой всплеск неопатриотизма, я имею в виду в России, и почему они все-таки подвергались критике широкого гражданского общества, мне кажется, еще вот эта вот liminal zone, то, что говорят, зона непроясненности, где русская, где украинская. Потому что вот эта зона непроясненности в России всегда была. Зона непроясненности, где кончается Россия, где начинается Украина. Вроде есть абсолютно суверенные границы, есть суверенное государство, вот у этого суверенного государства есть четкие границы. Но, тем не менее, все время такое ощущение, что это чуть-чуть и мы тоже. Это вроде другая страна, но чуть-чуть и наша. И это существовало, знаете, мне кажется, под коркой где-то, в каком-то подсознательном каком-то уровне. И вдруг это выбилось наружу, когда возникла вот эта вот парадигма русского мира. И многие говорили о том, что вот эти украинские события вдруг сменили парадигму развития общества. То есть был проект такого неолиберального, технократического тоже адвансмента, промоушена. И вдруг возникает эффект Олимпиады, вдруг возникают украинские события, и парадигма меняется на проект новой России, нового русского мира, объединения, выступления против Чистогана, против гегемонии доллара. Хотя уж кто из них, то есть все это правительство только и занималось построением капитала, и причем как бы в долларовом и евроэквиваленте. И возникает совершенно другая мифология и другие герои. То есть повторение и ретроспективное повторение какого-то прошлого величия, которого на самом деле было или не было, непонятно. У меня как бы реанимация истории царской семьи, реанимация истории какого-то величия, соединение Советской империи с какими-то там Александром Невским. Да, вот все эти... Но мне кажется, это такая вот фейковая новая мифология, конструирование новой истории, пишутся новые учебники. Мне кажется, что это проект создания... Как бы это истерика, это истерика связанная с коллапсом идеологии. Понимаете, люди, которые страдают, и страдают в большинстве от социальных проблем, если они существуют вне идеи, то они обязательно найдут эту идею в чем-то. Они найдут ее либо в потреблении, а если потребления нет, то они найдут ее в какой-то другой идее. И эта идея, если это не коммунизм, и если это не какие-то социальные изменения, то это обязательно будет идея религии, это обязательно будет идея какого-то национального единства. Такая же ситуация, может быть, не такая была в Германии. Там же тоже была борьба двух идеологий, фашистская и коммунистическая. И как только проигрывает коммунистическая, в 19-м году полный коллапс, и все, в Германии понятно, что левые социальные движения полностью провалились, все, начинается апроприация всех вот этих движений. Потому что фашистская Германия все время пользовалась идеей бедности, помощи бедным, помощи рабочим. И вот эта идеализация рабочего человека, она была не меньше, чем, например, в каких-то социалистических проектах. То есть она апроприирует, это было и у Муссолини в нацизме, то есть она апроприирует вот эту идею как бы угнетения очень мощное и подводит ее под национальное величие. Потому что самое большое унижение человека это его угнетенность. И эта угнетенность нуждается в каком-то смысле. И это место смысла всегда будет каким-то смыслом занято. Но неолиберализм тем хорош, ну, в кавычках, что он покрывает все экономикой. Он покрывает все хорошо функционирующей, успешной экономической ситуацией welfare state. Но когда у вас нет welfare state, и общество сегрегировано, то этот смысл и эта идеология обязательно возникнет. Кто-нибудь ее обязательно будет встраивать в общество. Продолжение следует...